Сегодня у меня на обзоре колонки S30A, которые я долго искал, хотя странно, вроде бы они такие массовые, популярные, они есть везде, это одни из самых ширпотребных колонок советских, наряду с обычной S30, но почему-то их как-то вот раньше они попадались, когда они мне были не нужны, а сейчас их нету последние полгода, когда их еще по нормальным ценам, и поэтому я конечно в наше время можно через авито заказать что угодно, любые колонки, если они небольшие, авито доставка например, или как-то там договориться через транспортную компанию, переплатив ну там 500 рублей или 1000, например, но если это нужно, а эти я не хотел таким образом покупать, потому что во-первых, они у меня уже были такие, то есть я их в принципе уже слышал, но это было просто на старом усилителе, непонятно, было лет 5 назад, и мне не очень понравилось, во-вторых, не хотел их покупать, потому что думал, ну зачем, если они, они же не редкие, поэтому явно они должны попасться где-то вот прям тут, шаговая доступность, я их просто куплю и сэкономлю. Ну так, все ждал-ждал, а как-то их и не было, короче, за это время я успел уже переслушать, ну вот эти вот все 10S9, S30B, и обычную S30, и 6S2, и Cleaver 10S, и Carate 10S, все колонки с таким же примерно динамиком, с немножко похожим в какой-то степени звуком, и вот эта тридцатка с буквой А у меня оказалась последней уже. В принципе, у меня уже нету таких полочных колонок советских, которых бы я еще не слушал, но из массовых, только разве что колонки Аксия есть такие, и колонки, как же они, Элегия 102, по-моему, так называется. Ну, Элегия, может быть, я когда-нибудь куплю, она недорогая, а Аксия это какой-то мутант, в который ставили и динамики, и от Веги, и от радиотехники, и несколько видов пищалок, то есть там какой-то, ну, колонки, в которых ставили вообще все, что под рукой валялось просто. Там не было каких-то фиксированных динамиков, ставили просто, что попало. Поэтому, ну, к тому же они редкие, так что, я думаю, смысла в колонках Аксия покупать их, слушать нету особого. Есть, конечно, может, еще какие-то экзотические вещи, типа, по-моему, S20B какие-то были, но это прям совсем экзотика, и смысла тоже не вижу в этом. Так вот, если вы не хотите дальше все это смотреть и слушать, то могу вам сразу сказать, что, коротко, что звучание S30A, оно лучше, чем обычное S30, но оно все же не особо какое-то выдающееся, средненькое, такое средненькое, среднеиздельное. На мой взгляд, колонки Комета звучат лучше. Все, продолжаем дальше, будет уже лирика и всякие там рассуждения. В том числе, ну, вот я говорю, что у меня такие колонки уже были раньше. Если вы посмотрите на самое старое видео на этом канале, лет пять назад я загружал, в деревню у меня были S30A. То было время, когда у меня были только китайские колонки, Sven и Edifier. Вот, и, ну, были еще эти, Аккорд, Аккорд 201, такой проигрыватель с штатными колонками широкополосными, который мне достался как бы по наследству. Я его как-то все, он у меня стоял плился, потом ее включил, мне понравилось. Я думаю, ну, советский звук имеет право на жизнь и в какой-то степени круче китайского звучит, довольно сильно круче. И начал гуглить эту тему насчет, какие бывают советские колонки, я особо в этом вообще ничего не понимал. Ну, и первым делом я наткнулся на видео Сталкера про S30, где он там ее называл, Забытая легенда и так далее. И я, ну, как бы воодушевился, начал искать S30. У нас, а, ну, в тот момент я, короче, переехал там в деревню, и в деревне S30 не было вообще никаких, кроме вот таких. То есть были только с буквой А одна пара, других вообще никаких, поэтому, ну, пришлось брать то, что есть. Я, конечно, понимал, что они хуже, чем обычные. Ну, вроде как считается, что хуже, потому что эти колонки, они как бы... Во-первых, у них нет фазоинвертора, это закрытый ящик, то есть на этом сэкономили. Сэкономили на фильтре фильтр первого порядка на ВЧ, который ограничивает пищалку, чтобы она не играла басы и не сгорела от этого. Все. Больше никакого фильтра нету. Низкочастотник играет в полную полосу. И еще это обычный S30, где в фильтре куча радиодеталей. Ну, куча, не куча, но там их много. Катушки там, конденсаторы, резисторы, в том числе подстроечный резистор, который можно крутить, отвертки, которые убавляют, прибавляют громкость на высоких частотах. По вкусу можно как бы добавить, убавить. В S30, а все минималистично, просто, я не знаю, как автомат Калашникова. Хотя он, и то он не такой простой. Тут прям вообще минимум деталей. Вроде как для удешевления считается. Поэтому их не очень уважают. Говорят, что типа звучит хуже, чем обычные. Ну, и не знаю. Вот рассказываю. Короче, я их купил в деревне. Включил. А усилителя у меня тогда не было. Пришлось вместе с ними комплектом покупать магнитофон. С которым они вместе продавались в каком-то там 89-м году. Saturn 202 S2. Такой бобинник. Тяжелый, большой, тяжелый. И усилитель в нем явно был какой-то там второсортный, так себе. Тем более он еще, ну, у него уже высохли электролиты, скорее всего, почти высохли. Работал он кое-как. И поэтому все огрехи звучания я все-таки списывал не на то, что это колонки так звучат, а скорее всего на то, что усилитель их не раскрывает. Он такой маломощный, не сильно какой-то там крутой. Ну, имеется в виду усилитель, встроенный магнитофон. И я к нему подключал MP3-плееры, короче, как вот через там линейный вход или как. И, наслушавшись, значит, сталкера ждал чего-то хорошего, но колонки меня разочаровали. У меня про это там были видео, наверное, я не помню уже. Было сравнение, как я их сравнил с китайскими колонками, маленькими, с Venn 704, SPS 704, которые у меня недавно были в одном из предыдущих видео в сравнении. Ну, не те же самые, но такие же. Тоже такие же маленькие, такой же модели. SIDIFIRE сравнивал. Короче, ощущение было такое, это с 30, что они как какие-то жужжалки и пищалки, в которых очень мало баса по сравнению с китайскими. Звук жужжащий, выпирающая какая-то середина, как на радиоточке, такой немножко с призвуком радиоточки. И пилища мозги высокочастотник, который очень сильно как-то так все это делает высокочастоты грубыми, цыкающими и не очень приятными. Такое у меня было тогда от них впечатление, разочарование и так далее. Я их вообще просто потом бросил в сарай и все. Так они там и остались, и теперь они уже мне недоступны. То есть тю-тю их уже там, да и вообще. Поэтому покупать вторую пару, чтобы услышать тот же самый звук, мне с одной стороны не очень-то хотелось. Но с другой стороны остался вариант, что все-таки усилитель их тогда не раскрыл. И еще, что в пользу этих колонок для меня играло, это то, что ну все-таки, во-первых, их нужно все-таки купить, потому что у меня уже каких только не было, а эти еще не были на канале. Почему бы их, тем более они, как правило, недорого стоят в продаже. Одни из самых недорогих советских колонок. Плюс еще интерес у меня к ним возник после того, как я случайно познакомился с колонками XS9 и XS2, которые имеют точно такие же динамики, как на S30, на обычных, ну разве что они там не прозрачные, пленочные, а пищалка там тканевая и из ранних. Они из 70-х годов, поэтому возможно 70-е качество было повыше изготовления, не знаю, звук может лучше был. Ну то есть, 3GD, 3GD2-S4500, вот это самые ранние, самые качественные пищалки вроде как. 10S9 колонки, они же 10S409, они звучали явно лучше, чем обычные S30. И причем, если обычные S30 там слушаешь и морщишься, и морщишься, ничего хорошего там особо не слышно, ну вот, который у меня с фазоинвертором, то 10S9 прям вызывает уважение, звучат они достойно, хорошо, красиво, пилучие. И так как там тоже такой же фильтр первого порядка, и они по сути, 10S9 этот от S30 с буквой А ничем не отличаются, кроме того, что у них пищалки типа тканевые и тем, что у них фазоинвертор. Здесь фазоинвертора нет, здесь закрытый ящик, вот и все отличие. Поэтому, ну, логично было бы предположить, что S30A звучит примерно так же, как 10S9, только просто в закрытом ящике, что как бы не минус и не плюс, а такая просто особенность, потому что я знаю, что в закрытом ящике тоже есть свои плюсы для баса иногда. Проявляются, ну, такой вот, в звуке. Более агрессивный бас, более динамичный. Поэтому все-таки некая была интрига, что, возможно, S30A звучат не просто лучше, чем обычные S30, но звучат действительно достойно и хорошо. И вот сейчас, когда я уже перепробовал все советские колонки, пришлось мне все-таки их покупать через Авито, переплачивать 500 рублей, но не жалко, в принципе, ради того, чтобы удовлетворить любопытство. И, короче, я их притащил, включил в первый день и ничего нового не услышал, несмотря на то, что у меня теперь усилитель нормальный, не то, что как раньше, там, какой-то Сатурн-бобинник старый, да, и ЦАП и все такое, звук точно такой же примерно, как вот, каким он мне запомнился в 2015 или 2014 году, когда я их там в деревне слушал. Но то была другая пара, это как бы новая. Тот же самый звук, такой же кричащий, немножко кричащая середина, цыкающий пылище вверх, отсутствие басов, вот такое было в первой впечатлении, немножко напоминает звук 10 ГДШ. Только там, наверное, 10 ГДШ, может, ну, примерно что-то похожее, такой же, тоже крикливый звук такой. И я как бы разочарался, думаю, ну, какой-то не сильно лучше, чем обычный С30, может, даже и хуже, ну, где-то так же. Потом уже сегодня, на второй день, а купил я их буквально вот на этой неделе, на второй день, сегодня, когда я их поосновательнее послушал, я заметил, что все-таки здесь первую скрипку в этих колонках играет высокочастотник, который, ввиду того, что здесь, в отличие от обычных С30 или от С30Б, здесь нету подстроечного резистора, который убавляет громкости, то пищалка играет как бы в полную громкость, но там, нет, там вообще-то есть какой-то на ней же резистор такой, ну, стандартный как бы, стационарный, но этого недостаточно, и она, короче, слишком громко как-то играет, и заполняет собой все, вот это вот пилище вверх, цыкающее, и среднее тоже какие-то немножко, ну, среднее, не среднее, не знаю, может, это как раз даже пищалка играет эти верхнюю середину, и, короче, звучание получается несколько резкое пилище, и, может, даже тарахтящее слегка. За всем этим басов вообще не слышно. И поначалу кажется, что, блин, а где бас-то вообще? Это примерно как вот взять, допустим, обычные колонки, типа Vega 15S, и включить их в противофазе плюсом на минус, и вот вы услышите, что вроде то же самое, а баса нету, куда-то он делся, но так бывает, когда в противофазе включаешь. Здесь было так же, но на второй день, когда я уже все-таки подумал, что нужно, наверное, убрать VH, VH убавляешь, и ты уже начинаешь слышать и больше середины, и особенно басов, и бас здесь довольно-таки неплохой. Закрытый ящик работает хорошо, в отличие от того же Corvette 35S, который у меня недавно был большой, в нем вот такого преимущества закрытого ящика не слышно, то есть там все равно бас какой-то кисельный. Здесь он именно, что в закрытом ящике, он, конечно, не такой мощный, как в обычной S30 с фазиком, сильно уступает там в мощности, но он и не гудит, и он четкий, он такой быстрый, четкий, даже, можно сказать, породистый. Даже мне такое нравится. Иногда такие, такой бас бывает, допустим, в 25S2, в 25S309 отчасти такое есть. Это, несомненно, плюс. То есть бас агрессивный, злой, быстрый, как и положено в закрытом ящике. Выражается это в том, что, допустим, ты слышишь какой-то трек, какой-нибудь техно, например, там, Крем Сода, новый трек у них там, как он называется, и ты слышишь, и он и так стучит, стучит, и тебе хочется все громче и громче. Он как какой-то спортивный мотоцикл. Этот бас, он тебе провоцирует сделать еще громче, еще давай, типа давай, давай, крути громкость еще больше как-то. То есть он такой азартный. И в этом его злость, в этом его драйвовость такого баса. И здесь он как бы все-таки есть. И я думаю, что это, наверное, главное достоинство этих колонок, именно вот такой бас, но его трудно расслышать, потому что пищалка его перекрикивает. Чтобы вам его слышать, вам нужно пищалку убавить. И в таком случае убавляется как бы, не знаю, верхняя середина и все, и как-то вот получается, что эти колонки либо бас играет нормально, а остальное как бы приглушено. Либо наоборот, если когда ты все прибавляешь как надо, там высокие, то у тебя, ты басов тогда не слышишь. Они теряются на фоне цыкающей пищалки. Поэтому, возможно, что логично было бы поставить сюда тканевую, хорошую, например, из ранних, там, как вот, на 10С9, и тогда, возможно, звучание у них будет похоже. Но не факт. Не знаю. Скорее всего, причина, конечно, в этой лавсановой пищалке, хотя в случае с S50, помните, я оставил, пытался туда поставить тканевую, и тканевая звучала хуже, чем лавсановая. Как-то лавсановая более детальна, более четко. В данном случае все, видимо, наоборот. Но так или иначе, эти колонки, хотя у них такой же фильтр, как у 10С9, хоть у них такой же набор динамиков, не считая того, что там пищалка тканевая здесь пленочная, лавсановая, 10С9 звучит прям заметно лучше. Вот именно по среднему, по цельности звучания. Там нет никакого цыка, никакого мозговыпиливания. То есть 10С9 звучит благородно, красиво и вызывает уважение. Их звук. Не знаю, почему так, при том, что динамики одинаковые, и в остальном почти все одинаковое, кроме того, что фазик. Там есть, а здесь его нет. 10С9, кстати, фазик, по-моему, 12 см, а в обычной S30 типа 6 или 8. Вот почему так? Вроде бы один и тот же короб, один и тот же динамик. Кто это проектировал? Поэтому, говоря о звучании колонок S30A, я могу сказать, что бас здесь неплохой. Если бы это была какая-то трехполоска с отдельным среднечастотником, с отдельной пищалкой, которая бы не так сильно доминировала, то это был бы неплохой вариант на самом деле. Мне бас понравился. Такой, ну, ничего такой. Но, к сожалению, СЧ, ВЧ, по каким-то причинам, скорее всего, из-за пленочной пищалки, или из-за чего, они здесь, ну, такие себе. И звучания в целом какой-то особой прозрачности, объемности нету. В этом всем они уступают колонкам, даже колонкам Комета. Сейчас я их вот поставлю рядом. Вот перед вами S30A, которая стоит там тысячу рублей примерно, и колонки Комета, которые стоят, ну, как правило, примерно столько же. Комета более компактная, на вид более скромная, серенькая, но она играет, я вам реально говорю, она играет лучше. На порядок лучше, чем вот эта. Поэтому S30A, это колонки, которые играют лучше, чем обычная S30, потому что обычная S30, у нее мощный гудящий бас. В плане басов она, конечно, аж ветер оттуда дует из этого из фазика, то есть там настолько мощно. Но он, конечно, не такой четкий, как в закрытом ящике. И в обычной S30 у нее есть провал по среднему, довольно сильный. И вообще в обычной S30 звучание прям совсем ниже Плинтуса, мне прям не нравится. То есть хуже, чем средний уровень какой-то. Дровишки. А S30A все-таки получше. В сравнении с обычной, я вот за кадром сравнил с обычной S30, если сравнить, то она звучит с буквой А, которая звучит лучше, немножечко. По крайней мере, нету провала по среднему, звучание более нормальное, но какое-то зато более цыкающее. Ну ладно. А колонки Комета, при том, что они вроде бы такие скромные и дешевые, они играют явно лучше, чем S30 обычно, S30A, вот это все на уровень выше. И сейчас я покажу свою, наверное, табличку обновленную, которую я нарисовал в прошлый раз. Куда бы нам разместить S30A по звучанию? Ну, субъективно, конечно, на моей оценке, но я думаю, я думаю, что где-то между обычной S30A и то там у нас сверху, комета, вот где-то между ними, то есть по звуку. Причем до кометы довольно-таки не близко по звучанию, разрыв у них довольно, ну, существенный по звуку. Мне комета гораздо больше нравится. Гораздо более четкий, детальный и сбалансированный звук, когда ничего не выпирает, все ровно, все нормально, красивый, короче, на уровень выше. Ну, еще обнаружена такая вещь, как то, что этот драйвовый бас, когда ты убавил немножко высоких, добавил низов, добавил громкости, потом начинаешь прибавлять, и он довольно рано начинает трещать, динамики начинают трещать. Ну, можно подумать, что так и должно быть, но потом, когда я снял переднюю панель, этот предел громкости, на котором они трещать начинают, он гораздо выше поднялся, то есть очевидно, что конструктивный недочет, и на басах низкочастотник начинает задевать пластмассовую сетку под эту переднюю. Отсюда и треск, и дальше уже громкость крутить нет смысла, поэтому снимаете всю эту пластмассовую фигню, и у вас предел громкости повышается, можете крутить громче, и басы, и все, и будет все хорошо. Плюс еще пластмассовая сетка, вот эта вот, она делает звучание узконаправленным, если чуть колонку в сторону сдвинешь, уже звук не тот. Тоже такой есть момент. В остальном, как я вот в прошлом видео сравнивал, как звучит сетка и без сетки, разницы практически нету. Что она видела, что вживую. На слух разница не особо заметна, но все же, наверное, без сетки лучше, потому что меньше искажений, меньше дребезга. Есть немножко ощущение, что даже если прикручены все винты плотно, все равно на громкости сетка это немножко вибрирует, не знаю, там дребезжит, ну такое, может кажется просто. В любом случае без нее и объемность получше, и направленность получше, и все такое. Но в этот раз я записывал сеткой, потому что, думаю, все-таки разница не очень большая. Ну и подводя итог всему сказанному, могу сказать, что колонки мне лично интересны в первую очередь своим басом в закрытом ящике, но далеко не всем он понравится, многим он просто покажется слабым, каким-то невнятным. Хотя как раз в нём полно, а вот именно что фазоинверторного такого гудения нету, но зато есть свои плюсы какие-то. В остальном по СЧ, по ВЧ колонки довольно заурядные, простые, и слушать их можно, но допустим, та же если Комета играет лучше, Кантата играет лучше, даже С30Б играет лучше. Кстати говоря, если подводить итоги по серии С30, так как у меня уже все колонки эти есть, ну потом наверное я ещё их сравню, может быть, в видео, но пока могу сказать, что обычная С30, не знаю, или экземпляр у меня неудачный, или что, она звучит прям совсем как дрова, она проигрывает всем китайским практически. Эти, эти тоже звучат лучше, чем обычная С30, но в сравнении с китайскими не факт, что они там победят, тоже они так себе звучат. Да, кого если Кантата звучит примерно как хорошие китайские колонки, то этот тем более проиграет. И С30Б из этой всей троицы единственная, кто чуть повыше залез, и по моей таблице С30Б это практически уже там где-то второклассник или как это назвать, то есть колонки уступающие лидеру класса, но всё же они довольно неплохие. И 10С9, кстати, тоже примерно там же. И 10С9 это тоже, ну по сути, та же самая С30, просто немножко с изменениями, вот и всё. С30Б и 10С9 хорошие колонки, С30А средненькие, обычные С30 дрова. Ну, остальные Кливер ещё хуже 10С Кливер, который Корвет 10С, не знаю, не сравнивал, но звучит он, не знаю, может быть, как С30Б может быть. Про это уже потом будет отдельный серия делаться. Я думаю, что этот интересный, злой, быстрый, агрессивный такой бас в закрытом ящике, он стоит того, чтобы простить этим колонкам какие-то их недостатки и за их символическую сумму просто их купить, чтобы познакомиться. То есть, я думаю, что это такой дешёвый пробник понять, что такое бас в закрытом ящике, звучание вот такое. Это довольно интересный опыт, и никакие другие советские колонки такого формата, по-моему, они все с фазоинвертором, и там звук уже не то немножко. Ну, разве что электроника 214, которая, но она редкая. Там бас тоже неплохой, но всё остальное там тоже ещё хуже, гораздо хуже, чем здесь. Средние частоты высокие, там прям совсем в кашу, а здесь ещё что-то более-менее можно слушать. Но опять же, вспоминая Corvette 35TiS208, который тоже типа закрытый ящик, вот там такого и близко нету. Может быть, его нужно очень громко включать, не знаю, чтобы это проявилось, но вот этой магии закрытого ящика, хорошего, качественно сделанного, в Corvette нету. Нету такой чёткости, быстроты звука, динамик, ну, говорят, у него подвижка тяжёлая, может быть, поэтому. То есть он обычная мычалка, но как обычно, только что просто меньше гудежа. Такой радости, как от радиотехники S30A там нету по басам. Вот. Но, к сожалению, всё остальное, чтобы, повторюсь, чтобы услышать эту радость от этого баса в закрытом ящике, нужно просто убаять ВЧ. ВЧ здесь слишком громкие в радиотехнике S30 и убаиваете, и вы услышите, как бас там долбит мощно-быстро и как, не знаю, как гоночная машина такой, как боксёр, который с левой и правой вот так вот лупит. В то время, как обычный бас в фазоинверторе, он не такой, он как бы более растянутый, более такой обычный. КОНЕЦ